Новые случаи заражения коронавирусом. Как сообщил губернатор Евгений Койваш, в больницу доставлены два человека с подозрением на ковид-19. Вместе с тем от инфекции излечилось еще двое свердловчан. Сообщается, что пациенты здоровы и уехали домой. Итого сейчас госпитализирован 21 человек. Пять выписаны из больницы. Напомним, накануне глава региона ввел режим самоизоляции. Разрешается покидать дома, чтобы сходить в магазин или аптеку, выбросить мусор и погулять с собакой. Служу России. Весенний призыв состоится, несмотря на карантин. Приказ об этом подписал Владимир Путин. Чтобы избежать заражения коронавирусом, всех призывников проверят на ковид-19. Для этого военно-призывные комиссии и комиссариатов усилят специалистами и дополнительным медицинским оборудованием. В войска попадут лишь те, у кого тест оказался отрицательным. Напомним, призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Битва за свободу. Адвокаты водителя, сбившего троих человек на улице Фурманово, обжаловали приговор. Апелляцию защита подала в Ленинский суд. Напомним, ранее Владимира Пузырева приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в том, что он выехал на тротуар, где сбил мужчину и женщину с ребенком. Отметим, что Пузырев на тот момент был пожизненно лишен прав по болезни. Поступило задание рассказать населению, как мы проводим время в изоляции, как мы соблюдаем правила безопасности. Он спрятался. Пойдем посмотрим, что тут еще, что тут еще спрятано. Так, еще один изолянт. Короче, друзья мои, похоже, шухер очень серьезен. Не монкируйте, осторожен чизи. Жизнь дается разок. Сидите дома, есть чем заняться. Есть музыка, есть телевизор, есть компьютеры. Дома, 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 дома. Мечта любого лентяя на самом деле. Кайфуйте, ребята. И летите здоровья.